Сегодня мы поговорим о сердце человека. На прошлой неделе мы говорили о сердце Бога и о том, что его главное желание в том, чтобы все пришли к познанию Христа. Он хочет не уничтожать людей, а спасать их. И на прошлой неделе мы с этим разобрались. А на этой неделе я молился и размышлял, и Бог велел мне поговорить о сердце человека. Мы говорили о сердце Бога, чтобы вы услышали и получили откровение о том, кто он на самом деле. Мы говорили о характере Бога. И вы помните, что характер не передается через плоть и кровь, через какие-то рассказы, но только через божественные откровения. Я уверен, что вы получили божественные откровения о том, кто такой Бог из предыдущей проповеди. Если вас не было, то обязательно пересмотрите это послание. Сегодня же мы поговорим о сердце человека, и для начала нужно разобрать историю человечества. Кстати, кто из вас пережил прикосновения на прошлой проповеди? Пожалуйста, поднимите руку. Слава Богу, это хорошо. Итак, человек начинал с хорошим сердцем, созданным по образу Божьему. Мы были созданы Богом и не произошли от обезьян. Я ведь могу так говорить? Мы были созданы Богом, а не произошли от обезьян и даже не от рыб. Бог взял землю, слепил из нее форму человека, вдохнул в человека, и тот ожил. Вот как мы были созданы. Но меня поражает то, сколько христиан придерживаются мирской точки зрения в вопросе сотворения. Если и вы так думаете, то не нужно верить мне на слово. Пусть Дух Святой откроет это вам. А также я рекомендую вам посетить музей сотворения. Это прекрасный музей. Там есть Ной в ковчег. Кстати, мы с вами пожертвовали деньги на постройку ковчега. И теперь в ковчеге есть балка, на которой написано название нашей церкви, потому что мы пожертвовали на это пять тысяч долларов. Все это ради образования, друзья. И вы только подумайте. Если вы называете себя христианами, но не верите в то, что Бог создал Адама и Еву, так как Он говорит, тогда Иисус лжец. Вы не можете принять христианство и при этом не принимать слова Иисуса о том, как начался мир. Иисус ссылался на Адама и Еву. И если смерть была и до Адама и Евы, то что тогда делал Иисус? До того времени не было смерти. А слушайте, если кто-то говорит что-то часто и громко, то это еще не означает, что это правда. Бог создал человека. И вы знаете, что было дальше? У человека было все. У него были отношения с отцом, у него была еда и цель в жизни, работа в саду. Затем Бог велел ему назвать всех животных. И когда Бог посмотрел на него, то подумал, что-то тут не так. Нехорошо человеку быть одному. И все жены согласны с тем, что нехорошо мужчине быть одному. Так считают все жены и все матери. Мои мама и жена говорят, нехорошо оставлять Марка одного. Бог создал мужчину и женщину. А женщину он создал из мужчины. Он сделал ее из его ребра. Он придал ей форму и сделал из нее женщину. А вы замечали, как мир пытается изменить женщин и сделать их больше похожими на мужчин? Но Бог создал ее именно такой. Я хочу кое-что сказать. Если вам сложно это принять, то прошу прощения. Я не хочу, чтобы моя жена больше походила на мужчину. Если бы моя жена была больше похожа на мужчину, тогда я бы был гомосексуалистом. Бог создал женщину другой, и это хорошо. Мужчина тоже другой. Это хорошо. Если мы поймем это, то не будем пытаться изменить друг друга в браке. Цель не в том, чтобы мы больше походили друг на друга, а в том, чтобы и мужчина, и женщина больше походили на Иисуса, в котором заключены самые лучшие качества. Итак, Бог создал человека, и Он создал его совершенным сердцем. В том сердце не было тьмы. Иаков писал, что в Боге нет никакой тьмы. И я слышал проповеди о том, что у Бога есть темная сторона. Это полный бред, и Он полностью противоречит Писанию. В Боге нет никакой тьмы. Совсем. В Нем нет даже тени. На небесах вообще нет тьмы и нет тени. И Бог создал человека по Своему образу. Вернее, по их образу. Во множественном числе. Речь идет об Отце, Сыне и Святом Духе. Итак, Бог создал человека по Своему образу, и в нем не было ничего плохого. Он был совершенен во всем. Но также Бог дал Своему творению нечто особенное под названием «Свободная воля». Это очень особенный дар от Бога. И сейчас я покажу вам, в чем его особенность. Вы только подумайте. «Зачем вам создавать человека, помещать его в идеальную среду, давать ему совершенное сердце, а потом позволять сатане находиться в той же среде, что и Адам с Евой?» Бог сделал это, чтобы они могли иметь выбор, потому что Он дал им свободную волю. Если у вас есть свободная воля, но нет права выбора, то у вас нет свободной воли. Любовь всегда дает людям выбор. Если бы там не было зла и греха, то как Адам и Ева могли бы сделать свой выбор между добром и злом? Это невозможно, потому что у вас нет других вариантов. Синди вышла замуж за меня не потому, что я был последним мужчиной на земле. И мне не нужно думать, это был шаг отчаяния или все-таки ее выбор. Также и Бог желает, чтобы люди выбирали его по своей воле, а не по принуждению. Вот почему крестоносцы были неправы в своем подходе к распространению христианства. К христианству не нужно принуждать, им нужно делиться и позволять людям делать свой личный выбор. Бог желает, чтобы люди по своей воле любили его. Ну, представьте, что было бы, если бы я заставил Синди стать моей женой, приковал бы ее к себе и никуда не отпускал. Это не любовь, не так ли? Синди привязаны ко мне не по принуждению и не из-за подписанных ею обязательств, а из-за любви ко мне и завета Божьего. Да, все сводится к завету с Богом и к любви ко мне. Вот почему на свадьбе мы говорим о заключении завета. И этот завет не только между супругами, но и с Богом. И все это держится вместе благодаря свободной воле. То есть, я по своей воле решил любить ее. По своей воле я иду по этому пути. Я сам выбираю добро, а не зло. Но Адам и Ева сделали неправильный выбор. И так они впустили яд, который должен был испортить все человечество. Нам нужно понять, что наш неправильный выбор высвобождает яд, как и в случае с Адамом и Евой. Когда они сделали неправильный выбор, яд греха вошел в человека. И сердце, которое было чистым и светлым, наполнилось тьмой. Тьма проникла внутрь и все испортила. Неправильный выбор все портит. Их выгнали из идеальной среды под названием «Эдемский сад». Их выгнали, потому что их сердце изменилось. Они решили выбрать смерть, а не жизнь. Они выбрали влияние сатаны, а не влияние Бога. Вся идея о том, что это вот сатана заставил меня так поступить, это все ложь. Он имеет лишь влияние. И Бог использует только влияние. Чьему влиянию вы поддаетесь, того вы и выбираете в итоге. Они выбрали смерть, и через Адама она поглотила все человечество, потому что все человечество произошло от Адама и Евы. Так все мы стали испорченными, потому что тьма постепенно вошла во всех людей. Вот почему Иеремия говорит, сердце лукавее всего и неисцелимо. Кто в силах понять его? Сердце лукавее всего и неисцелимо. Кто в силах его понять? Видите, нет такого понятия, как хороший человек. Он такой хороший парень. Никто не хороший, вообще никто. Даже Иисус говорил, никто не хороший. Один только Бог хороший. Затем он идет еще дальше и говорит, все ваши попытки стать хорошими, это лишь грязные одежды для Бога. В сердце каждого человека находится тьма, и она портит его. Она делает его больным, передает ему различные болезни. Кто может его понять? Это человеческое, непослушное сердце. У вас были случаи, когда человек что-то делал, а вы думали, ну почему он так поступил? Например, преступник что-то делает, и мы не понимаем, почему он это делает. Миллионы долларов тратятся на то, чтобы понять, как думают преступники. Они ищут не там. Дело не в их разуме, а в их сердце. Им лишь нужно открыть Библию, и тогда они сэкономят все эти миллионы. Грех все портит. И в каждом из нас есть тьма абсолютно в каждом человеке. Но в каждом человеке есть что-то хорошее. Да, но также в каждом человеке есть тьма. Вот почему, когда они съели с дерева познания добра и зла, в них появилось не только добро, но и зло. Согласны? А зло портит и разрушает добро настолько, что оно недостойно Царства Божьего. Есть еще одна проблема. Вы не понимаете зло. Дам вам совет по воспитанию детей. Когда ваши дети поступают плохо, никогда не спрашивайте их, почему. Потому что нет никаких причин для плохих поступков. Никогда не будет причины для того, чтобы поступить плохо. И вы никогда не поймете плохое поведение, потому что понять его невозможно. Его не должно было быть. Это сплошная ложь и обман, исходящие от самого сатаны. Именно поэтому человек болен, испорчен. А что не так с этим миром? Этот мир болен, потому что люди, живущие в нем, больны. Дело не в их образовании или в количестве денег. Все дело в их сердцах. Сердце человека испорчено, и оно испорчено еще от начала времен. Оно испортилось не вчера, а всегда было испорченным. Павел говорит о сердце человека в послании к римлянам. шестой и седьмой главах. Он говорит о постоянной войне, которую человечество ведет многие века. Они пытаются угодить Богу, но слишком слабы или больны, чтобы сделать это. Так Павел пытается объяснить Евангелие. Он говорит, «Даже когда мне рассказали о Боге, и когда природа указывает мне на Бога...» Да, все вокруг указывает на Бога. И вот вы знаете, что угождает Бог и хотите это делать, но у вас ничего не выходит. Вы знаете, что нужно делать, вы пытаетесь это делать, но ничего не выходит. Это настоящее сражение. Но поскольку вы больны и слабы, вы постоянно терпите поражение. Снова, снова и снова. Поражение за поражением. Вы пытаетесь выключить компьютер и не смотреть порнографию, но делаете это снова и снова, потому что проблема не в компьютере, а в вашем сердце. Хочу дать вам еще один совет по воспитанию детей. Послушайте, если вы думаете, «О, моему ребенку лучше держаться от этого подальше, потому что это его испортит, то рано или поздно он все равно столкнется с чем-то подобным. Защищать нужно сердце. Наши дети должны быть укреплены настолько, что даже если они… я, например, вот сам познакомился с порнографией в очень юном возрасте. Знаете, как? Через газету? Там была реклама бюстгалтеров. Кстати, не думайте, что ваш маленький мальчик не обращает на это внимание. так начался мой путь, поэтому мы с женой учим детей так. Вы часто будете встречаться с этим. Вы можете увидеть это в кино, в очереди на кассу. Если вы смотрите телевизор, кстати, мы беспокоимся о порнографии, тогда как по телевизору мы постоянно сталкиваемся, ну, с так называемым мягким порно. Я никогда не мог понять, почему порнография по телевизору это не порнография, а вот на телефоне это уже почему-то порнография. Если это на компьютере или телефоне, ай-яй-яй, то это уже нехорошо. И это нужно искоренить, выключить, потому что оно растлевает, но вы весь день смотрите на обнаженных женщин в телерекламе и даже глазом не моргнете. Это же одно и то же. Я вас спрашиваю, разве это не одно и то же? Поэтому нам нужно учить детей отворачиваться. Когда мы с детьми идем по магазину мимо стойки с журналами, младшие бегут впереди со словами «Папа, папа, отвернись», а дочери закрывают журналы руками, чтобы я мог пройти мимо. А когда мы смотрим что-то по телевизору и появляется не очень приличная реклама, я отворачиваю свой взгляд и смотрю на детей. А дети в этот момент смотрят на меня. Они отворачиваются, но при этом смотрят на меня. Если детям нельзя что-то смотреть, то и мне не стоит это смотреть тоже. Верно? Итак, мы говорим о том, что мы пытаемся делать. И Павел пишет, вы слишком слабы и больны, чтобы отключить это самим, потому что проблема в сердце. то есть он говорит, несчастный я и бедный, я ничего не могу. Как я могу выйти из этого состояния постоянной борьбы самим собою? Как? Как я могу отойти от поражений? Как мне выйти из положения, когда я хочу поступать правильно, но не могу? Объясните кто-нибудь, как мне это сделать? У меня не получается? Я пытаюсь, но ничего не получается. И вы послушайте, что сказано в послании к римлянам, 7 главе, 24 и 25 стихах. Несчастный я человек. Как только он понял, что сердце понять невозможно, что он испорчен и болен, и ничего не может сделать, он говорит, несчастный я человек. Кто бы избавил меня от этого тела смерти, но благодарение Богу через Иисуса Христа нашего Господа. Благодарение нашему Господу. Для начала осознайте, что вы несчастный человек. Это означает, что у вас все не так. В глазах Бога вы испорченный человек, но решение есть. в чем проблема, когда в школах происходят все эти перестрелки. Проблема в сердце. А какой выход? Иисус. Иисус это выход. Сердце человека было испорчено еще со времен первого Адама. Но выход или ответ во втором Адаме? Он ответ. Нам было показано сердце Бога. Но мы должны быть честными относительно сердца человеческого, чтобы мы снова могли сделать выбор. Это Иисус. Наш выбор. Бог сегодня тоже делает выбор. Сейчас вы испорчены. Вначале вы не были испорчены. Но вы выбрали быть испорченными. И сейчас Бог говорит, «Я дам тебе еще один выбор». Почему? Потому что Он дал вам свободную волю. Любовь не принуждает. Бог дает нам еще один выбор. Вначале Он показывает нам, что мы больны. Иисус сказал, «Я пришел к больным, а не к здоровым». Он великий доктор. И этот доктор покажет вам, что вы больны. Как вы понимаете, что у вас сердечное заболевание, которое может вас убить? Как вы можете это определить? По симптомам, не так ли? Какие это симптомы? Проблемы с дыханием, боль, постоянная боль, давление, онемение, ухудшение качества жизни, не способность делать то, что вы когда-то раньше делали? Все эти симптомы должны побудить нас пойти к доктору. И вот мы приходим к доктору с этими симптомами, и доктор осматривает нас и говорит, вы знаете, а ваше сердце не в порядке, оно больное, и если оно останется таким, то вы не выживете, со временем оно вас убьет. И в этот момент вам нужно принять решение. Доктор говорит, но есть выход. Раньше выхода не было, и люди просто умирали. Но знания и умения докторов росли, и теперь вам могут сделать пересадку сердца. Вам могут пересадить сердце, но если вы останетесь со своим, то точно умрете. Но если вы возьмете новое сердце, которое я вам дам, то будете жить. Я заберу больное сердце и вложу здоровое сердце, и вы будете жить и не умрете. И теперь человеку с сердечным заболеванием нужно сделать выбор. Он может сказать, я попробую выжить с тем, что у меня сейчас. Но в духовном плане вы никогда не сможете выжить с тем, что у вас сейчас есть. Или же пусть доктор решает. Доктор не может сделать операцию без вашего разрешения. Ему нужно разрешение. И Иисусу нужно разрешение. Если вы просто повторили за кем-то молитву и сказали, да, да, я верю в Иисуса, но при этом у вас остаются все симптомы больного сердца, то вам нужно осознать, что у вас не произошла трансплантация сердца. Но для трансплантации Иисусу нужно ваше разрешение, чтобы убрать давление и онемение, и чтобы вы имели лучшее качество жизни. Вам нужен великий доктор. И самое главное, у него нет листа ожидания. Если вы хотите пересадку сердца, то вам нужно записаться в лист ожидания. но у Бога бесконечный запас сердец. И Он предоставит вам сердце, которое изменит вашу жизнь. Билли Грэм как-то говорил, «Слава Богу за Билли Грэма! Он прожил невероятную жизнь, но он был разочарован, потому что из тысяч людей, которые выходили на покаяние, только 3% служат Богу. Дело не в вере в Бога, а в следовании за Ним. Многие верят, но это не делает их христианами. Христианин — это последователь. Христианин избавляется от старого сердца и берет новое. В церкви много прихожан, которые не являются христианами, потому что у них нет нового сердца. Когда вы получаете новое сердце, то какие бы у вас ни были болезни, все они исчезают. Все, что вам мешало, теперь удалено. Когда вы рождаетесь свыше, рождаетесь по-настоящему, то Бог говорит, «Я хочу сделать каждому человеку пересадку сердца, потому что их старое сердце испорченное и больное». И вот что делает Бог. Он говорит, «Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти. Я вложу в вас моего Духа Святого, чтобы, когда у вас новое сердце, вы просто не можете не поступать правильно». Вы меня услышали? «В церкви слишком много людей, которые не являются христианами». Я уже много лет служу пастором и время от времени общаюсь с людьми, которые давно в церкви, но никак не изменились. Бог же вдыхает своего Духа Святого в нас, чтобы мы дышали новыми сердцами. Если человек снова и снова поступает плохо, то это определенно проблема. Если вы делаете одно и то же снова и снова, то это проблема. Внутри вас все еще остается тьма и болезнь, и их можно удалить лишь тогда, когда вы поймете, «Ах, я несчастный человек, и мне нужен Иисус, чтобы вы следовали моим установлениям и тщательно исполняли мои законы. Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух». Иисус говорил только «Бог хороший», затем Он идет дальше и говорит «Все ваши попытки стать хорошими это лишь грязные одежды для Бога». В сердце каждого человека находится тьма и она портит его. Она делает его больным, передает ему различные болезни. Кто может его понять? Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас! Музыка 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 Продолжение следует...